Музыка Любой человек о чем-то мечтает? О чем мечтаете вы? Я сейчас скажу, ты будешь смеяться точно так, как я. Почему? Потому что я мечтаю влюбиться. А, в рыцаря! На белой Мерседесе, конечно. Правда, правда. Мне не хватает личных чувств, я вся в работе. Есть за горами и за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Музыка 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 предлагали в редакцию «Амурская правда» поработать, там еще какие-то моменты. Я везде боялась. Потом мне давали какое-то общежитие, у меня больной ребенок был. А здесь, на ярмарке труда мне предложили. Говорят, есть коттедж. Правда, они показали внутри какой-то. Это вот этот самый, да? Вот этот самый. Там была страсть и мордость. Но тем не менее, я согласилась. Когда увидела все, как было, страшно было. Но ведь этот коттедж предлагали вам как бы в нагрузку с должностью. Конечно, конечно. Нет, но вы же никогда не занимались детьми. И вдруг... Почему не занималась? Своих двое вырастила. Потом у меня все подружки были педагоги. Получилось. Здесь даже не столько нужен был в то время педагог, сколько нужен был хороший хозяйственник. Скочекарка была взорвана. Корпуса были в неприличном состоянии. Дизельно разокуплены. Кто? Но вообще я не знала с чего хвататься. И коллектива, конечно, не было. А как получилось так, что вот вы сюда пришли и вы 10 лет на этом месте и вы превратили вот это чудо природы в самый лучший лагерь при Амуре. Ведь это на самом деле так. Это, конечно, так. Это по всем показателям, по всем оценкам и детей, и специалистов лагерь один из самых лучших в области. Не в области, извините, а на Дальнем Востоке. Ой, простите. Дело в том, у меня есть хобби маленькое, работать. Маленькая страна Маленькая страна Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна Маленькая страна Там, где душе светло и ясно Там, где всегда весна Завистников же очень много и что-то стало получаться. Сказали, почему она привозит какую-то мебель, почему у нее дети, так сказать, не стадно живут по 20 человек в комнатах, а по 4 человека, а некоторые даже по 2. Время другое стало. Сейчас и дети другие, и время другое. Вспомни свою молодость, юную, вот такую мою тоже. Нам, допустим, предлагалось со 45-20 человек в комнате, и это было хорошо. А сейчас ведь дети другие, у нее другие требования. Ну как это? Сейчас в комнате жить 20 человек. Мои бы дети не смогли. А ведь живут у нас в лагерях? Ну, живут, но это еще отголоски того дальнего времени. Скоро не будут жить. Я понимаю, лагеря такие туристические, где палаточка, там туда-сюда, а когда специально бараки для детей строят, зачем? А что сегодня не существует, вот, как сказать, официальной поддержки? То есть только то, что путевки люди купили, и все, а государство сегодня в ваш лагерь ничего не вкладывает? Сегодня ушли те времена, что ли? Да, по всей видимости, те времена, когда вкладывают, ушли. Но государство сейчас помогает, тут социальное страхование, оно чем помогает? Оно помогает людям купить. Датировать путевки. Купить путевки. Ну, так это ведь другое дело. Это если появляются желающие детей сюда, слава богу, пе-пе-пе, они у вас появляются и не истекают. А если не будет желающих? Я знаете, что думаю, что вот на такую хорошую, красивую базу никто не хочет что-то вкладывать. Все думают, все здорово и хорошо, глубинных подводных камней никто не видит. Все у нее получается. Когда посмотрят, какие-то развалюхи есть, вот там надо деньги дать на ремонт большие, там еще что-то, еще. А здесь что? Здесь ничего. Все хорошо. Это надо так, вот только вот так, сидя с кем-то, доказывать, что посмотрите, внутри, изнутри, а вот это, а вот это. И каким трудом это дается? Конечно. Так и можно быть пересмотреть политику, которую вы неверно ведете, потому что когда к вам приезжают проверяющие или просто приезжают люди посторонние, и вы говорите, а пойдемте я вам покажу, какие у нас корпуса, а пойдемте я вам покажу, какая у нас шикарная сауна, как у нас детки живут, и вы показываете все красиво, а может наоборот их заводить в какие-нибудь трущобы, а у вас их нет. А антиреклама саму себе сделать, у меня трущоб нет. А что-то помогать? Да нет, это надо просто с определенными структурами говорить, а не с теми, кто приехал отдыхать. Им-то как раз это и знать не надо. Ну это же молва, это же разносится. Ну зачем? Я сегодня скажу... Все говорят, в колоски все клево, замечательно, красиво. Да, я сейчас скажу, что у меня на честном слове держится котельная, и мне вообще никто не приедет отдыхать. И уже скажут, что она уже вышла из строя, к примеру. Нет, это нельзя. Это антирекламу себе сделать. Это надо с определенными структурами, которые заинтересованы в детском оздоровлении, чтобы приехали или я к ним пришла. Мы сели рядышком, мы поговорили о том, что волнует сегодня директора лагеря «Колосок». А меня страшно много волнует здесь. Очень много, я говорю, вот этих подводных моментов, которые с виду не видны. Я их завуалировала. Заня Михайловна, а вот в силу своего характера или личности такой вот, что-то настроение. Вот иногда вам звонишь, вы цветете, вы прям такая вся счастливая. А иногда, ну в полном упадническом настроении, эмоции мешают жить. А я эмоциональный человек. Пятый отряд! Нет! Шестой отряд! Нет! Седьмой отряд! Нет! Восьмой отряд! Если проанализировать полностью вашу работу, какой момент самый для вас любимый, чем вы гордитесь вот в этом лагере? Что за те 10 лет, которые вы здесь работаете, вам вот похвастаться вы можете вот чем-то самым-самым любимым? Ой, я могу многим похвастаться. Ну, похвастайтесь. Мне нравится, знаете что, мне нравится наше медицинское обслуживание. Кстати, да. Это исключительный врач у меня есть. Чистякова Татьяна Владимировна. Да, конечно. У меня прошло, я же вредная в работе, у меня прошло очень много врачей, но вот ее я берегу как глаз. Сейчас на третьей смене ее не будет, я прямо сейчас извелась. А кого мне взять? Так что, вот чтобы такое отношение к детям, во-первых, доброжелательность, скрупулезность во всем, потом профессиональность очень высокая, ну это... Это вот то самое, что называется член команды, да? Это один из членов команды. Еще из предметов гордости. Теперь культурно-массовые мероприятия. То есть... Да, которыми вы знамениты. То, что мы делаем для детей, вот нам часто родители спрашивают, ой, а вы родителям концерт будете делать? Да это ушло, это никому не надо. Взять группу детей, оттренировать их за 15 дней и родителям показать концерт. Зачем? Они у нас такие творческие дети, такие творческие личности, они столько напридумают, и у них такие есть великолепные руководители по этой части, что вы знаете, это надо... Это вы на Галину Петровну намекаете? Галину Петровну Матрилову, конечно. Она больше меня здесь работает, лет 12. Ваш бессменный зам. Она умеет так это все поставить, так это все сделать, что там вообще равных и думают, что и нет. Очень удивительный человек, потому что, по-моему, в каком месте лагеря ты не находишься, ее голос слышишь везде. Да, да, да. Кадры решают все. То есть есть сколоченная команда. Дело в том, что команда есть, но с кадрами... Вы спросите любого руководителя, и он скажет, сейчас, сегодня, все упирается в кадры, а с кадрами очень плохо. Очень плохо. Очень трудно работать с кадрами сейчас. Нет людей. Нет фанатиков в работе, нет преданных делу людей. Очень трудно. То есть сейчас человек, как он отработал свое рабочее, не повернулся, и трава не расти. И ничего не надо. Ну, наверное, потому что отчасти осталась старая система, детский лагерь, значит, и зарплаты никакие. Нет, ну, зарплаты, я же стараюсь людей... Ну, это вы стараетесь, потому что вы крутитесь. А официальный оклад, назовите мне, скажем, ну, воспитателя. Ой, 700 с чем-то рублей, 736. На руки? Нет, это оклад. Ну, на руки у меня, вот, 11-й разряд, это 2000 получает чуть больше, с высшим, там уже чистыми. Работа с детьми самая сложная и ответственная. Конечно. Это с учетом того, что это на сегодняшний момент уже воспитатели в два раза больше получают. Представьте себе. Конечно, это копейки. Это очень мало. Ну, и тем не менее, команда есть, команда преданная, команда, та, которую называют Колосковской, а вас при этой команде называют хозяйкой Колосковой горы. Правда? Понятно. Я тебе еще не рассказала, чем еще здесь можно погордиться. А чем еще? Самое главное, исключительная чистота во всем. Ты обратил внимание? Везде, все от утюжина, отмыто, от драйна, очистена, отремонтированная. Так что, вот со временем я просто пришла к этому, что чем чище сделаешь в комнате, чем красивее, чем там интереснее, тем так лучше сохранится. Если ребенок заходит в грязную комнату замызганную, он там может дальше рисовать, чертить, разбивать, ломать однозначно. А если он заходит в чистую квартиру, в комнатку такую, уютную, ковры лежат, красивые шторы, хорошие новые покрывала, хорошая мебель, он по-другому себя чувствует, ведет. Не хочу особо углубляться в недавнее прошлое, но хотя не упомянуть про это тоже нельзя. Был такой период, когда определенные структуры, определенные люди хотели положить конец существованию здесь детского лагеря, потому что они имели свои меркантильные интересы, и чистое руководство с этими меркантильными интересами делали все, чтобы первое, выжать отсюда вас, и второе, прибрать к рукам вот это чудесное место. Я помню, что вам пришлось пройти, так сказать, в тот период, ну вот, как так судьбе было угодно, Богу было угодно, что все стало на свои места, и лагерь сохранен, и дети приезжают, и того человека сегодня нет над вами, и он уже вас не дергает. Тяжело было через тот период пройти, выстоять? Я помню наше общение по телефону, когда просто обреченность полная была. Я не буду говорить на эту тему, не могу. Заплачу. Я понимаю, но если все-таки попытаться немножко подумать, почему такое возможно, почему у нас, у наших детей хотели отобрать то, что таким потом и кровью создано? Ну, дело в том, что сейчас нестабильность в стране, и каждый старается срывать себе что-нибудь. Никто же не думает о том, что им расти где-то надо, и что-то получить, что их надо приучить к чему-то нормальному, хотя бы к тому, чтобы они умели за собой проследить, к каким-то гигиеническим моментам, к тому, чтобы нельзя бросать на улицу там бумажку, или там окурок, или я не знаю что. Ведь дети не приучены. Элементарные, чтобы они просто отдохнули, чтобы почувствовали, что о них заботятся. Это надо, правда? А это сейчас мало кому надо почему-то. Ну, по большому счету, я бы одна-то ничего не сделала, все равно помогали. А вот хотелось спросить, а кто помог выставить? Ну, в общем-то, областная администрация очень много помогала мне. И просто очень многие же меня знают, по большому счету. Ну, очень многие люди меня знают. Я их мало знаю, они меня все знают по имени и отчеству. А это правда, что на тот период здесь столько проверок побывало в этом лагере, что, по-моему, только что вот эту аллею не проверили, так сказать, на которой мы сидим. Все, 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 что можно было, все проверили. Ну, вообще, я считаю, что так почему-то принято у нас. Чем выше уровень предприятия, чем он на должном вот таком-то... Каком-то... Кто высовывается, того и бьют, да? Нечего. Раз. Без конца проверки. Проверки бесконечные. Будь среднестатистическим лагерем, на тебя и никто обращает внимание. Я вспомнил, что есть такое. Я вспоминаю, 93-й год, например, я лично только начинала работать, я даже не знала, что надо отчитываться за свою работу. Я сама была и директор, и бухгалтер, и завхоз, и медик, и все на свете, и все нормально было. Никто ничего не спрашивал. Приезжало 200 детей, допустим, или 150, к концу смены оставалось 30, и ладно. Никого не интересовало, как это все делалось, я до сих пор ужасаюсь. И все нормально было. Есть же такие лагеря сейчас, есть таких много. А если у тебя все как надо, то вот получается, что надо проверять. А вдруг там что-то не так. Не может быть так хорошо, когда все хорошо. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет. И на крылатой колеснице я завершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Я мечтаю, я тебе уже говорила, и ты еще раз еще скажу, я мечтаю, конечно, чтобы у меня была своя квартира. Я мечтаю, чтобы я занималась любимым делом, то есть я рисовала бы. Рядом мне кто-то стоял, конечно, и подавал кофе. В постель? Нет. Когда я рисую в рабочей комнате. Это стремление к какому-то уединению, оно на вас, по-моему, не похоже, потому что это все минутно, это опять от настроения. Завтра я увижу, как вы мотанете по этим пригоркам на своих босоножках, будете носиться сверху вниз, и будете давать жару в прямом переносном смысле там кочегарам, поварам, воспитателям и так далее. Сереж, я перенасыщена общественной жизнью, перенасыщена общением с людьми, с детьми. Ну, сейчас у меня 450 человек. Это невозможно. А я же лезу везде, в каждую дырку. Я все знаю, все вижу везде. От кочегарки до конкурса детского. До конкурса любого, да. Я все знаю, что делается, то есть, может быть, это и как себя подхвалило, но как раз этот человек, вот может, тракт, тот, который видит все. Я сразу все вижу. Любую мелочь. Я устаю, поэтому мне вот требуется иногда уединение. Я даже, когда дети приезжают, я немножко от них устаю. Потому что я приду домой, мне ничего не надо. Я и пассивный отдых люблю. Для меня, знаешь, мне сколько надо? Дней 10. Море. Так. Меня где-нибудь в воде. Вечером в постели с книжкой. И все. И никого рядом. 10 дней. Все. Потом я опять так закружусь. Все будет хорошо. И все по-прежнему. И по-прежнему вы сегодня берете на плечо видеокамеру и снимаете детей в любое лето. В любое лето. И осенью, и летом, и осенью, и зимой снимаю. Все время. А для кого? Ну как для кого? Может, кому-то потребуется это. Может, тебе потребуется. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы по лагерю идем. Мы по лагерю идем. Что там потребуется? Всем подарки раздаем. Кому сына, кому дочь, кому двойню в одну ночь. Лишь бы лагерю помочь. Может, помогут кто-нибудь кто-то серьезно? Не думаю. Пока нет. А белки-то еще появляются? Бегают по дорогам везде. Серьезно? Белок тьма. В этом году как никогда. Серьезно? Вот утром если сегодня останешься, вот пройди утром. Посмотри. С такими прекрасными пушистыми хвостами носятся. Прелесть. Мы сейчас в каком районе лагеря находимся? Простоквашино. А проезжали мимо пляжа там у нас что? Мимо пляжа там у нас Нижняя деревня. Потом у нас Большой Арбат. Потом у нас Юрмала, Зеленый Бродвей, Лесная сказка. Все как всегда. Все хорошо. Выселки еще есть. Серьезно? Да. Это где малыши у меня живут. Мы около них сейчас бассейн поставили. Но они так выселены немножко. Вот и выселки. Ну, как вы думаете, жители этой маленькой страны под названием Колосок еще долго будут звенеть своими голосами благодарными? Ну, пока я тут работаю это однозначно, а там смотря кто попадет сюда. Хотелось бы хорошие добрые руки. Что за пессимистическое настроение? ну, нет, ну, мы же все это самое работаем, знаешь как. Я желаю вам как можно дольше еще свой опыт внедрять в Колоске и продолжать оставаться хозяйкой Колосковой горы. По-другому нельзя. Я тебе, знаешь, что еще скажу? Вот по поводу опыта. У меня, в общем-то, сложилось такое впечатление, вот 10 лет я работаю, отчеты посылая в отдел образования, социальное страхование, соцзащиту, ну, откуда приходят дети сейчас вот в госсуму имущество. Ни разу за 10 лет никто не говорил о детском оздоровлении в лагере. Вот начинается, допустим, оздоровление детей закончилось и приглашают очень многие в лагеря строитель, мухин, огонек там, очень многие в лагеря. Они говорят про нас ни разу. Мы ничьи оказались. По большому счету. А ведь действительно, за 10 лет у меня столько опыта. Можно бы кому-то рассказать, собрать вот новых директоров, которые... Ведь приезжают совершенно не знающие люди иногда. Просто как, учителя поставили на лето, вот он работает, он многое не знает. Я могла бы рассказать, но почему-то не востребованно. Никому не надо, да? Никому не надо, да. Жаль. Лет за окошком дождь осенний, в доме сижу одна. Маленькая страна Там, где душе светло и ясно Там, где всегда весна Там, где всегда весна Там, где всегда весна Маленькая страна